Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Он надёжный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнёру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк «Хлынов». Банк «Хлынов» – мой надёжный бизнес-партнёр. Подробности в офисах банка на сайте банк.фислынов.рф Коммерческий банк «Хлынов». Акционерное общество. Лицензис ОБРФ номер 254. В Иванове за коррупцию осуждён борец с коррупцией. Два кузбассовца подожгли гараж, чтобы проверить работу пожарных. И петербуржец обманывал обманутых вкладчиков. Вот такие рекурсивные новостные заголовки сегодня в СМИ, а также российских СМИ. И по традиции именно так мы начинаем дневной разворот в четверг. Светлана Удельна, Александр Рассухин. Здравствуйте. До ближайшие два часа мы будем вместе с вами на «Волне» 101.0. В 12.30, как всегда, у нас будет в четверг история создания. Викторина Владимир Сметанин, наш коллега, подготовил историческую загадку. Ваша задача слушателям будет до нас дозвониться, дать правильный ответ, получить прекрасный приз. В начале следующего часа мы будем вновь вместе с вами улучшать «Дендропарк». Как мы с вами вместе помним, улучшали мы его и в субботу. Минувшую состоялся субботник. Но об этом подробнее расскажет Александр и те гости, которые к нам подойдут. Да, ну в конце этого часа, в 30 минут, свяжемся мы со специалистом Центра медицинской профилактики Мариной Копысовой. Причиной тому в области проходит месяц легкого дыхания. Стандартный месячник от Дипздрава. Что в этот раз, поговорим обязательно. Да, специалисты, где я буду принимать, где можно проконсультироваться. И много различных мероприятий в рамках данного месячника проходит и будет проходить. Обо всем об этом с Мариной Иосифовной мы поговорим. Да, ну а сейчас я представляю наших гостей. Это начальник управления благоустройства и транспорта администрации Кирова Вячеслав Симаков. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И предприниматель, заключивший с властями города контракт на отлов безнадзорных животных Денис Петелин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и тема звучит у нас, как в Кирове усилена работа по отлову безнадзорных животных. И на нашем сайте эхокирова.ру и в группе ВКонтакте опрос. С агрессивными бродячими собаками вы сталкивались, либо не сталкивались? Вот сейчас смотрю я ВКонтакте. Большинство, 80% голосуют за вариант «сталкивались». Абсолютно другая картина у нас на сайте. 67% слава богу не сталкивались. Слушатели 211-101, наш номер телефона. Мы, как всегда, здесь в прямом эфире. Вы можете к нам звонить или писать смс-сообщение на номер 8909-720-101 и 0 в начале подписываться. Вот для меня было удивительно, как для новостника, что в прошлом году город-администрация так много уже начинала говорить про отлов безнадзорных животных. Была информация о том, что объявлен аукцион, как он прошел, кто выиграл, каким образом будет происходить этот отлов. И было известно, что в прошлом году в Кировской области порядка 106 фактов бешенства было зарегистрировано. Ну, это по всей области. И в этом году по состоянию на сентябрь-апреля уже 20 случаев. А в городе два факта. И якобы вот такой ситуации, чтобы сразу два факта бешенства в городе не было 57 лет. То есть администрация уже заранее знала, что может быть критическая ситуация. В связи с чем? Дело в том, что на протяжении нескольких лет эта проблема у нас возрастала. В связи с этим в текущем году правительство Кировской области практически в 4 раза увеличило объем субвенции на выполнение данного вида работ. Поэтому мы думаем, что в этом году ситуация изменится. Тем более у нас на сегодняшний день этот рынок по отлову содержания животных безнадзорных развивается. Раньше был всего один подрядчик спецавтохозяйства. После того, как он ушел с этого рынка, была проблема у нас. Мы не могли найти на протяжении полугода организацию, которая бы этим занималась. Потом появился подрядчик. Были различные виды замечаний. На сегодняшний день еще появился один из предпринимателей, который занялся этим вопросом. Отловы животных, да? Отлов, содержание, да. То есть сейчас сколько предпринимателей этим занимается? На сегодняшний день информация о трех организациях, которые занимаются отловом, устройством. Я не говорю про те организации общественные, которые занимаются непосредственно содержанием. Мы говорим именно про контракты с городской администрацией. На сегодняшний день три организации. Потому что при проведении торгов у нас изъявило желание участвовать. У них три предпринимателя. Денис, раньше этим занимались? Нет, я раньше занимался профессиональной деятельностью кинолога. Поэтому работа несколько другая была. Сейчас, ввиду сложившихся обстоятельств, соответственно, в вашей организации, осуществляющей данную деятельность, предписано сократить срок реагирования на заявки и принимать экстренные меры по отлову как собак, так и кошек. Как эта процедура происходит? То есть поступает заявка, животное что должно? Должно себя как-то неадекватно вести? Или просто жители города увидели беспризорную собаку, предположим, и должны позвонить к вам, вы приезжаете? Как это происходит? Происходит это следующим образом. Если животное действительно угрожает жизни и здоровью граждан, Как понять, угрожает или нет? Но вдруг уже был случай покуса, например, человека. Не просто человека напугали. Собака лает, может, по разным причинам. Агрессивное поведение? Агрессивное поведение. Непосредственно происходит контакт с человеком, и телесное повреждение наступает. Соответственно, человек делает заявку или 02 дежурную часть ОВД, или в единую диспетчерскую службу. Сами по городу ездите без заявок? Наблюдаете ситуацию? Без заявок мы постоянно ездим. Ежедневно по городу курсируют до двух машин, то есть в зависимости от выходных у сотрудников. Сейчас разработаны планы по отработке районов Октябрьской, Первомайской и Ленинской. Забираете животных, собак, кошек, только которые агрессивно себя ведут? Или же всех? Сейчас забираем всех животных, независимо от того. Если животное без сопровождающего лица находится на территории города, то животное подлежит изъятию из этой среды. А в дальнейшем уже какими-нибудь средствами вплоть до интернета будем извещать о том, что животное было изъято, и будем искать хозяина, конечно. А вы этим уже сколько занимаетесь? Занимаемся с октября прошлого года. С октября прошлого года. А в этом году сколько собак уже отловлено? Более 600. Число, да, число большое. Точное количество не скажу, но вот, наверное, число. Значит, у нас в начале года был заключен прямой договор на средства местного бюджета. Пока до нас дошла субвенция, 126 животных было по нему отловлено, и сейчас вот в рамках контракта короткого еще 500 животных эта работа продолжается. Ну вот по контракту в прошлом году 530 животных нужно было отловить. То есть это уже сейчас какой-то другой документ? Да. У нас ежегодно эти процедуры объявляются, и вот на основании выделенных средств мы проводим новые... Сейчас сколько? Потому что цифра всегда указана. В этом году вот на те средства, которые выделены из областного бюджета, мы планируем отловить до 5000 животных. До 5000? Да. А в случае, если, ну просто теоретически, если будет отловлено больше, каким образом происходит оплата? То есть перезаключается договор? Дело в том, что если у нас средств будет не хватать, будем изыскивать дополнительные средства. Пока на сегодняшний день средств хватает. Денис, давайте к процедуре. Мне бы все-таки хотелось вернуться. Значит, отлавливаете вы животное. В каких условиях животное находится? Дальше что вы с ним делаете? Дальше животное после отлова помещается в пункт временного содержания, который находится в Дороничах. У каждого животного есть отдельный вольер. Каждое животное. Кормление предусмотрено два раза в сутки. Уборка вольера, выгуливание животного. По истечении 10-дневного срока, по правилам. Сейчас у вас сколько животных на сегодняшний день? Лучше сотрудникам позвонить. У меня фронт работы другой. Я непосредственно изъятием занимаюсь животных. А сколько сейчас животных присутствует на питомнике, я не могу сейчас прямо сказать. Ну, примерно хотя бы можно. Понимаете, такой процесс не останавливается. Он постоянно идет. К нам постоянно идут люди, которые желают приобрести животное. Ежедневно забирают у нас животных. Ежедневно пополняются животными. То есть он постоянно, текучка идет. Я вот не могу вам цифру сказать. Так, животное попадает к вам, соответственно, должна вестись какая-то работа, чтобы понять, есть у него хозяин или нет. Как правило, в течение дня двух-трех, если вдруг каким-то образом к нам попадает хозяйское животное, хозяин, если он, конечно же, заинтересован в возврате своего животного, выходит на нас, потому что наша информация, наши контактные телефоны, наш адрес, он везде известен, можно в любой территориальный орган позвонить, и информация будет предоставлена хозяину, где мы находимся и как с нами связаться. Хозяин связывается с нами, мы обсуждаем вопрос, да, вот там-то, там-то были отловлены такие-то собаки, пожалуйста, приезжайте, смотрите, мы, пожалуйста, открыты для всех работам круглосуточно. Хозяин приезжает, устанавливает факт пребывания своей собаки у нас на питомнике, и дальше решаем вопрос по возмещению затрат. И привлечению к административной ответственности. У нас и правилами внешнего благоустройства, и правилами содержания собаки и кошек запрещено нахождение животного на улице. Штраф сколько? Штраф от 0 тысячи до 3. Если хозяина нет, дальше что делать с животным? Если хозяина нет, после 10 дней содержания животное по договору подлежит кастрации или стерилизации, и есть варианты различные по договору, или оно выпускается в среду обитания, в данном случае будет беркование применено к животному. Что такое беркование? Беркование – это бирка, которая будет помещаться в ушную раковину яркого цвета, на которой будут нанесены данные о том, где было животное изъятое, когда, в каком году, и что оно изъятое в городе Кирове. Так, это первый вариант? Второй вариант какой? Будет производиться передача заинтересованным лицам, в том числе приютом, если у приюта такого-либо есть желание приобрести это животное. Ну или передача хозяину. Если животное будет агрессивно себя проявлять, подлежит данное животное карантинированию, какому-то изоляции, наблюдением, соответственно, мы наблюдаем за животным, есть ли у животного признаки, в том числе бешенства. И по отношению к этому животному тогда будут какие-то меры применены ветеринарами непосредственно. Давайте мы снова к бешенству с вами вернемся. Ввиду сложившейся ситуации увеличилось количество животных заболевших, в том числе и на территории Кирова. Ваша работа как-то ввиду этого изменилась? Работа изменилась, но по просьбе, опять же, администрации попросили нас более быстро реагировать на экстренные выезда, экстренные вызовы, которые, например, с 02 подаются. Буквально недавно работали, выезжали ночью, полночи проработали, был покус человека. Это после внепланового заседания, после этого было распоряжение? Да, да. Мы эту работу чуть ранее начали, обратились именно к предпринимателю, чтобы он увеличил количество людей, работающих в данной сфере. То есть раньше, допустим, был один автомобиль легковой, ездило 2-3 человека, сейчас уже организовано несколько бригад, куплен другой транспорт, то есть там уже идет микроавтобус с прицепом, везде поставлены сетки, то есть он за один рейд может не один десяток животных забрать. Сейчас, извините, перебью еще. Работа у нас ведется несколько другими способами, стратегия работы несколько другая, нежели чем раньше была. Какая? Вся, весь отлов, 99% животных из города осуществляется с помощью клеток ловушек, данные клетки ловушки размещаются в частях города, в разных, на данный момент у нас 5 клеток ловушек размещено в городе, в которые ежедневно почти попадаются животные. Как правило, такие ловушки размещаем на территории каких-то закрытых образовательных учреждений, где клетки находятся под присмотром, и где нам вовремя могут сообщить о том, что животное попалось. Как правило, животное попадается у нас ночью, потому что движения людей отсутствуют, и животное более спокойно себя чувствует. На территории любого заведения, даже если забор присутствует, попасть просто под забором, поэтому животное курсирует везде. В клетках раскладывается еда, и животное, заходя в клетку, клеточка закрывается. Нам просто сообщают о том, что животное попалось, в течение часа приезжаем, забираем животное. Продолжим, продолжим. Тема у нас сейчас реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Александр Рассохин. Да, и обсуждаем мы тему отлова безнадзорных животных, то, что работа усилена. В гостях у нас Вячеслав Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Кирова, и Денис Петелин, непосредственно предприниматель, который занимается отловом. И вот сейчас в перерыве шел разговор, что не только отловом приходится сейчас заниматься, но и... Занимаемся тем, что получили у ветеринаров ту вакцину, которая против бешенства в этом году используется. 7600 доз у нас было получено, исходя из тех площадей, которые мы имеем. То есть мы озвучили 3513 гектар городских лесов. Дирекция зеленого хозяйства по своим маршрутам раскладывает эти вакцины по лесам. И также, в соответствии с информацией, полученной от территориальных управлений, где у нас размещаются несанкционированные свалки и полигоны твердых бытовых отходов, мы на тех местах тоже эту вакцину размещаем. 8-го числа была вакцина получена, 8-го числа уже работу начали 9-го, вот отвезли на полигон в Костино твердых бытовых отходов. Тоже там это все было размещено. А отловленные животные, им вакцинация предусмотрена? Да, конечно, все вакцинации, 100% почти животных проводят вакцинацию. При отлое, как только помещается в пункт временного содержания, животное сразу подлежит вакцинации. А сколько в день вообще отлавливается в среднем животных? Ну, я бы сказал, примерно от 5 до даже до 30. То есть у нас были случаи, например, в Новоавятске не так давно, когда мы за 2,5 часа работы отловили 24 животных. Ну, в Новоавятске в прошлом году жители жаловались, что в Новоавятске вот особо много было жителей, очень много, особо много безнадзорных животных и на Лепсе в том числе. У нас таких точек очень много, не только Новоавятский район. В основном это частный сектор. То есть и в Дурнях, и в Ганино, и в Новоавятске, и в других вот территориях, где именно частный сектор, люди выпускают своих животных, у них там свободный выгул, и к ним прибиваются уже безнадзорные животные. Там у них несанкционированные свалки, они не заключают договора на вывоз с ТБО. И вот как раз скопление наблюдаем в этих районах. А как часто получается, что отловленное животное, оно домашнее, и впоследствии, естественно, приходится штрафовать? У нас были случаи, когда один и тот же владелец три раза приходил за своей собакой. То есть вот не понимают. Во-первых, при первом появлении, мы, конечно же, его обязали, чтобы он провел вакцинацию, потому что он не мог предоставить документы. И пока эта собака не была привита, мы ее не отдали. Ну и, соответственно, он заплатил административный штраф. Ну а как часто такое происходит, что отлавливаете домашних животных? Так получается? Сейчас в данном случае таких случаев все меньше, потому что перед тем, как животное изъять из среды обитания, мы ищем хозяина. Все равно опрос сначала людей ведется, посторонних, кто вообще, может быть, знает, где животное живет, где хозяин. Ищем этого хозяина, проводим беседу с ним. Если хозяина нет, то животное изымается. Говорили также перед эфиром, что люди у нас, многие жалеют животных, и поэтому по их вине в том числе вот такая ситуация и происходит. Вот, например, ситуация на улице Лепси. К сожалению, жалость — это не любовь. Люди жалеют и плодят животных, жалеют и плодят. Одна собака живет у дома, и весь дом их кормит, эту собаку. Эта собака путем воспроизведения может быстро-быстро воспроизвести еще несколько особей. Они будут дикие, будут формировать стаю и, соответственно, угрожать население. Это вы что предлагаете. Вот как раз между жалостью и любовью. Есть у нас хорошая очень организация общественная «Дари добро». Вот как раз они не просто занимаются прикормкой этих безнадзорных животных, они проводят весь комплекс услуг. То есть вакцинация, лечение. Ну, посмотрите, вот прям по себе могу рассказать ситуацию. Зимой дело было, увидела я собаку недалеко от моего дома, позвонила как раз в эту организацию, проконсультироваться, что мне делать, можете ли вы забрать или как-то посодействовать. Сказали, что ничего сделать не могут. «Дари добро». Да, у них достаточно и так количество сейчас животных находится, никуда поместить не могут, поэтому вот и ничего в итоге. Ну, возможно, что люди разные бывают в этой организации. Вот у них в «Контакте» зарегистрировано больше 30 тысяч. Это понятно, но вы же тоже понимаете, что всех животных они не могут забирать. Всех не могут. И это не решение, а вопросы, когда жители нашего города, если видят бездомные животные, должны звонить в подобные организации. Какой путь решения? Мы пытаемся как раз решить совместно вот с такими организациями. Как? То есть на «Дари добро» мы не возлагаем всю ответственность. Это наша ответственность. Администрация города Кирова совместно с субъектом Российской Федерации. Потому что у таких организаций, как «Дари добро», соответственно, нет финансирования. Это просто волонтеры, которые как раз, как вы говорите, по жалости, мне кажется, это неплохое чувство, как-то пытаются пристроить данных животных. Потому что решение данного вопроса, на самом деле, честно, я не вижу. Вы правильно сказали, у них не безграничные возможности, поэтому они смотрят, какая перспектива собаки, как она себя ведет. Поэтому им передаются только те животные, которые могут в ближайшее время найти хозяина. Ну давайте вот прямо рекомендации жителям нашего города. Увидел собаку, что нужно делать? Безнадзорное животное, агрессивное. Можно звонить, как сказали, либо в 02, либо в единую диспетчерскую службу, работающую круглосуточно 48-400. 48-400, агрессивно. Если не агрессивно. Дело в том, что пока занимаемся в первую очередь агрессивными. Информацию можно в территориальное управление в любом случае сбрасывать. Единственное, что, понимаете, один сосед на другого косо смотрит, и он увидит его собаку без поводка. Таких звонков очень много. И отвлекать эту организацию на такие случаи мы не можем. Какую организацию? У нас бывает много случаев, когда люди звонят, бегают, собачка сидит у подъезда. Приезжаем, действительно, собачка сидит у подъезда. Она никому не мешает, с одной стороны. С другой стороны, данное животное является хозяйским. Опросив население, узнаем, что хозяин живет на четвертом этаже. Он делает просто, утром собачку выпускает. Когда уходит на работу вечером, приходит обратно, собачку запускает, чтобы собака не повредила у него квартиру. Ну, знаете, недалеко не все такие случаи. Опять же, про свой случай я могу рассказать. Я опросила практически всех жителей данного двора. Собака, она не хозяйская. Соответственно, я дала информацию в социальных сетях. Искали хозяева, хозяева нет. Что нужно делать? Звоните в Дарьи Добро, забрать ее не могут. Звоните нам. Звоните нам. Мы приедем, заберем. Но приедем, заберем только с заявки. Мы не имеем права у частных лиц принимать заявки. Заявку нужно подать или в территориальный орган о том, что животное находится на дворе и животное ничье. Как заявку нужно подать? По телефончикам 4800 или телефоны 6400. Единая диспетчерская служба, которая принимает заявку. Либо по месту жительства территориального управления, то есть в зависимости от уровня вы находитесь. Отделы благоустройства, вся информация есть на сайте администрации города Кирова. У меня все-таки вопрос по поводу инцидентов, чтобы привели пример. У меня есть пример из Замутнинска. Недавно состоялся суд по делу о нападении целой стаи собак на 16-летнего подростка. Студент шел к остановке, и на перекрестке на него напали бродячие собаки. Разодрали одежду и покусали его. И вот суд принял решение взыскания с районной администрации компенсации в размере 20 тысяч рублей в пользу юноши. Вот как раз когда скопление животных, в этом случае звонить надо, потому что агрессивность они проявляют именно не в стаях, не в поединочке. В этом случае, конечно же, надо информировать, и все мы решим, примем. Ну какие-то примеры могли бы привести, может быть, со стаями? Со стаями? Ну вот последний пример. Новоавиатск. Стая. Стая формируется в нескольких случаях, в том числе, если сука течет, за ней увязывается много кобелей. Кобели бегают за ней постоянно в течение недели, постоянно особи находятся в возбужденном состоянии, что сука, что кобели. Постоянное возбуждение нервной системы, оно может выплеснуться во что угодно. В агрессию. Любой проходящий рядом человек может быть объектом нападения. Все просто. У нас в Кирове были случаи нападения? Случаи есть такие. Как часто? Ну бывает. Дело в том, что та статистика, которая нам еженедельно поступает из травмбольницы, там нет разделения в быту этой полученной или на улице. Информация такая поступает. Но очень много случаев от собственных животных получают повреждения. Вот помимо клеток у вас же есть и другие средства отлова животных. Какие именно это бывают? Большей частью пользуемся гуманными средствами отлова в плане поводочек, мяса и помощь населения. Шприцеметы и препараты обездвиживающие почти не используем из-за того, что они неэффективны в данных условиях. Потому что обездвиживание животного происходит не сразу, а спустя 10, 15, 20 минут в зависимости от возбуждения животного, как нервная система настроена. Поэтому, если в животное попадает шприц с инъекцией, с инъекцией, с транквилизатором, животное может обездвиживаться через полчаса. Ей его искать через полчаса никто не знает. Вот сказали, население помогает. Как часто помогает, как часто наоборот. Пытается защитить это животное, сказать, что не стоит его забирать. Понял вас. Пытается защитить гораздо чаще, чем помогает. Потому что помогают, опять же, люди от безвыходности. Они понимают, что данное животное может представлять опасность для окружающих. И если с ними правильно побеседовать, они понимают о том, что лучше это животное в пункт временного содержания переместить, чем оставлять его, например, у подъезда или на дворе. Потому что животное, там, где оно живет, оно это место охраняет. Любой проходящий человек, в том числе школьники, он очень школьников много, это за руку переводим. Ну вот если подытожить, главное, если вы видите собаку, безнадзорное животное. Кстати, кошек отлавливаете? Сейчас, буквально некоторое время назад, почему-то обострилась эта ситуация. Звонков много начало поступать по кошкам. В том числе, вот сегодня буквально с утра звоночек был с ЦЦМа. Точно адрес не помню. Женщина сказала, что во дворе очень много животных. Там до 15, по-моему, особей. Ну, понятно, там может быть период определенный у котов. Но, тем не менее, надо понимать, что животное, кот, такой же плотоядный, такой же хищник, такой же переносчик вирусного заболевания. Это бешенство. Бешенство опасно для человека. Хорошо, что у нас нет пока случаев заражения человека. Но это надо людям понимать, что разводить и плодить этих котов, в том числе кормить их, заниматься разведением, это неправильно. Ну, я думаю, все помнят в прошлом году, как в одном из районов, в населенном пункте вводили карантин, как раз таки, из-за кошки, которая заболела бешенством. Их также в Дорончи увозят, в вольеры? Или каким образом происходит? Пока большей частью работали с собаками. То есть у нас несколько было случаев изъятия котов, да, а некоторое время содержались животные, пытались пристраивать. Но, к сожалению, пока там тяжеловато с пристройством. То есть в таких случаях нужно обращаться в теруправление? Конечно. Ну, я предлагаю подвести итоги опроса. В ВКонтакте я смотрю, ситуация практически не изменилась. Все так же 80% голосуют за вариант, что сталкивались с агрессивными бродячими собаками. Посетители нашего сайта не сталкивались 70%. Что удивительно. Ну что, спасибо большое. У нас в гостях были начальник управления благоустройства и транспорта города Вячеслав Симаков и предприниматель, который занимается отловом безнадзорных животных Денис Петелин. Но сейчас у нас реклама. После продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Дельна и Александр Рассохин. Да, и говорим мы вновь про месячник от Депздрава. В этот раз месяц легкого дыхания. Посвящен он профилактике заболеваний органов дыхания. И сейчас мы пытаемся дозвониться до специалиста Центра медицинской профилактики Марины Копысовой. Да, соответственно, она расскажет про эти мероприятия, которые будут проходить в рамках данного месячника. То, что я знаю, 18 мая, например, в Министерстве здравоохранения с 2 часов до 3 пройдет прямая телефонная линия по телефону 38 13 23. На вопросы звонивших будут отвечать главный внештатный специалист, пульмонолог Министерства здравоохранения Кировской области. А сейчас на наши вопросы будет отвечать Марина Копысова, специалист Центра медицинской профилактики. Марина Иосифовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как раз-таки на какие вопросы смогут получить ответы кировчане 18 мая? Если позвонят по номеру 38 13 23 с 14 до 15 часов. Ну, вы знаете, в пресс-центре Министерства здравоохранения будет у нас специалист-нарколог и специалист-пульмонолог. Поэтому все желающие могут задать вопросы по лечению, по диагностике болезни бронхолегочной системы, вопросы по никотиновой зависимости, вопросы по отказу от курения. Но здесь, насколько я понимаю, больше всего акценты делаются как раз на то, курит человек или нет. И, соответственно, какие последствия могут быть от этой привычки. В том числе 31 мая будет еще одно мероприятие перед филармонией. Да, 31 мая мы по-прежнему каждый год, ежегодно у нас проходит такая акция перед филармонией «Куришь, проверь свои легкие». Поэтому с 15 до 16 часов все желающие могут к нам подойти. Будут работать специалисты Центра медицинской профилактики, специалисты Центра здоровья. Пульмонологи будут вести консультирование. Поэтому можно пройти обследование на аппаратах. То есть будет смокелайзер, спирометр у нас с собой. Что это за аппараты? То есть смокелайзер нам позволит выяснить скорость выдоха у всех желающих, у наших пациентов, у граждан, кто к нам придет. Спирометр может определить возраст легких и так далее. То есть функциональные возможности бронхолегочной системы мы можем определить непосредственно в рамках этой акции. Определили, подошел человек, сделали ему эти процедуры. Дальше что? Дальше у нас будет пульмонолог в составе, бригады выездную. И, соответственно, человек может получить консультацию. Что можно выявить? То есть мы можем выявить уже на каком уровне находятся функциональные возможности легких этого человека. Соответственно, возраст легких, если мы обследуем молодого человека, по итогам обследования выясняется, что возраст легких на 20 лет старше. Это уже о многом говорит. Соответственно, дается консультация человеку, в том числе об отказе от курения, естественно. Даются координаты, куда этот человек может обратиться, в том числе и на месте какие-то основные моменты мы можем с ним обговорить. Проводили уже подобные акции в прошлом году. Насколько это популярно у жителей нашего города? Как активно они подходят и проходят эти процедуры? Ну, вы знаете, во всяком случае массовые акции, они направлены на повышение грамотности нашего населения. Это понятно. Востребовано это? Конечно, да. Желающих много. Желающие подходят для обследования в Центре здоровья, будут специалисты Центра здоровья. В том числе пользуются популярностью информационного материала, который мы с собой приносим. Поэтому востребована акция, востребована. Ну, а в целом месяц посвящен легкому дыханию. Заболевание органов дыхания у нас ситуация в области остро стоит с этими заболеваниями. Много ли смертности именно по этой причине? Вы знаете, у нас статистика примерно схожа со статистикой России. То есть заболевания органов дыхания, они входят в четверку групп заболеваний, которые оказывают максимальный вклад в смертность населения. То есть в России, если мы говорим о нашем регионе, то максимальный вклад в смертность населения Кировской области. То есть заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания легких. Поэтому говорить об этом нужно. И 31 мая отмечается Всемирный день отказа от табака во всем мире. Соответственно, не случайно май является месяцем легкого дыхания и в нашем регионе, в Кировской области. Помимо вот этих двух мероприятий, 18 мая, я напомню, прямая телефонная линия, 31 мая, акция «Куришь, проверь свои легкие». Какие еще меры? Что будет еще? Да, что еще будет в мае? 25 мая планируется выезд специалистов в Кирово-Чапецкую ЦРБ. На базе поликлиники будут проводиться семинары для медицинских работников Кирово-Чапецкой ЦРБ. То есть опять же будет пульмонолог, нарколог и специалист по профилактической медицине. И, соответственно, уже медперсонал будет обучать, как общаться с пациентами, какие мероприятия проводить, как правильно, грамотно выстраивать процедуру отказа от курения в условиях поликлиники, как повышать мотивацию наших пациентов к отказу от курения. Марина, скажите, пожалуйста, вы как специалисты точно должны знать. Но сейчас, мне кажется, не совсем модно курить, и кажется мне, что многие от этого отказываются, ввиду этого статистика меняется меньше количества людей, которые получают заболевания как раз от никотиновой зависимости. Вы имеете в виду Кировскую область, да? Кировскую область. Естественно, да. Ну, вы знаете, мы проводили соцопросы в 2014 и 2015 году, мы получили примерно один результат. То есть по данным нашего соцопроса 20% респондентов, они отвечают положительно на вопрос о курении. Но мы заметили вот такую небольшую особенность, что женщины могут укрывать факт курения. То есть, видимо, есть некоторая критика к своему поведению. То есть они не говорят об этом? Они не все могут озвучивать, скажем так. А как вы узнаете тогда, если они скрывают этот факт? То есть 20% это так, условно? Да, это условно. И не забывайте, что это соцопрос, то есть это не эпид-мониторинг, поэтому целиком какие-то выводы, допустим, о всем населении очень сложно делать. Но в то же время, пока в рамках этих двух лет, сложно сказать, уменьшилось или нет, в целом есть динамика значительного снижения приобщения к курению среди населения. В данном случае, если мы говорим о России, то есть там эпид-мониторинги показывают как раз о снижении. По вашему мнению, мы знаем про антиалкогольные меры, есть антитабачные меры. Они работают, по вашему мнению? Если мы опять будем отталкиваться от эпид-мониторинга, если будем на это настраиваться, то я думаю, что да. Когда мы общаемся с молодыми людьми, это наши волонтеры, это студенты высших учебных заведений, средних, они говорят нам о том, что на сегодняшний день уже это не модно, то есть это уже не актуально. Я думаю, что большинство из них как раз не начинают курить вообще. Ну а что касается молодых людей, с ними работа как-то будет проходить, производиться в мае? Ну вот так как в любом медицинской организации проводятся различные лекции, видеодемонстрации школы здоровья, они рассчитаны на всех граждан. То есть это и студенты, и школьники, любая территория, которая закреплена за медицинской организацией, любые граждане, неважно взрослые это люди, либо люди до 18 лет, они участвуют в этих мероприятиях. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что 18 мая в Министерстве здравоохранения с 14 до 15 часов пройдет прямая телефонная линия по телефону 38 13 23. На вопросы дозвонившихся будут отвечать главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения и также вразящий нарколог. И 31 мая на площади перед филармонией пройдет акция «Куришь. Проверь свои легкие». Различные будут приборы, которые позволят определить, есть у вас какие-либо заболевания легких лежений. Ну вот с 15 до 16 часов там будут различные аппараты. И мне кажется, даже любому, даже кто курит, кто не курит, кто раньше курил, будет интересно узнать скорость выдыхаемого воздуха. Возраст легких. Возраст легких и вообще качество здоровья своих легких. Да, ну или можете просто пробежать 3 километра и вам сразу все будет понятно. Рядом с филармонией как раз там парк есть. Да, да, да. Ну что, у нас на этом тема завершается. Сейчас будут новости, тематические программы. Мы с Александром вернемся в начале следующего часа. Будем говорить про Дендропарк. Ну а в 12.30 викторийная история создания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова